Рад вас приветствовать на первом осеннем ленивом анбоксинге. Здесь 10 околоигровых посылок, которые очень хотят, чтобы я их распаковал, а вы на них посмотрели. А стартанет сегодняшний выпуск с необычной посылки от магазина Print YARCHE. Эти ребята занимаются тем, что выпускают классные футболки, стилистические, оформленные в духе 80-х и 90-х. И здесь ко мне приехали крутые футболки, а также несколько классных, в чем я не сомневаюсь, толстовок и худи. Вот это да! Давайте разбираться. На самом деле до этого никогда я за раз столько одежды для себя не покупал и уж тем более посылок подобных мне не приходило. Первое, что хочется показать, это майка Comic Zone, а также с таким же принтом, только уже футболочка. Также Сергей, хозяин магазина, отправил мне футболку с чужими, двухстороннюю. Здесь написано Aliens или Aliens, не знаю, как правильно читается. Довольно симпатично смотрится. Ну и самая крутизна от магазина Print YARCHE. Крутые толстовки. В данном случае имеющие отношение к фильму 28 дней спустя. Такая же двухсторонняя. Сзади она смотрится совершенно не хуже, чем спереди, плюс внутри капюшона можно увидеть сеточку. Это, наверное, чтобы голова не запотевала. Хотя, смотрите, расстегнул ее и внутри вообще по периметру самой толстовки вижу ту самую сеточку. Я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы в худи шла какая-то дополнительная подкладка, подшивка. Она еще довольно увесистая, теплая, создает впечатление надежности и уюта. Хотя, конечно, зомби-тематика самой одежды располагает к обратному, но это просто элемент стиля. Кстати, хочу еще обратить внимание, что ребят клеят на пакетике с одеждой надписи Art Games Film. То есть у них существует несколько направлений. Не только причем в одежде, они также выпускают аксессуары. Но все это связано воедино любовью к гиг, игровой и кино тематике. Следующая круть, которую вам хочется показать, это толстовка с оформлением под фильм «Пила». Что-то я начал вверх ногами ее вытаскивать. Вот, обратите внимание. Отлично. Вот точно такой же крой, так же сеточка внутри, как и в предыдущей толстовке. С обеих сторон рисунки отличаются, есть какие-то надписи. Короче, фанаты франшизы 100% оценят. Причем темный вариант одежды это вообще беспроигрышный вариант. Если куда-нибудь не особо сильно вляпались, можно какое-то время и не стирать. Ну и на сладенькое, самая крутизна, которую, я думаю, заприметили все геймеры, олдскульные. С того момента, как я только вытащил эту штуку из пакета. Офигительная! В плане своего внешнего вида, да и кроя тоже. Толстовка с червяком Джимом. От двух предыдущих она отличается тем, что немножко другой крой. Внутри нету вшитой сеточки. Ну и плюс внизу она еще немного приталенная. Картинки спереди и сзади отличаются. На спине крупными буквами на уровне плеч написано Earthworm Jim. Прям гарантирую, что в такой одеже фанаты игр вас заметят за километр. А еще я большой фанат худи, которые не через голову одеваются, а идут на молнии. Расстегнул и увидел, что внутри сеточка-то есть. Мне минус за невнимательность. А толстовочке плюсик за заботу о покупателе. Что ж, раз все так удачно складывается, нужно во что-то из этого облачиться. Но пока что не так холодно, поэтому одену-ка я, наверное, футболку с комик-зон. Ну вот, как-то так. И микрофон весьма неплохо сидит. А то у моей с Микки Маусом уже от старости горло сильно растянулось. Хочу отметить, что в магазине Принт Ярче футболки, майки и толстовки идут двух типов. Либо это синтетика, которая прекрасно держит яркие цвета, либо это хлопок. Здесь цветовая палитра чуть более блеклая, зато очень приятно к телу. В данный момент у ребят широкий ассортимент, и они постоянно разрабатывают новые модели и принты для своей одежды. А мне больше не придется ломать голову над тем, что же надеть, появляясь перед вами в кадре. Спасибо большое магазину Принт Ярче за офигенную посылку. А ссылочку на этот замечательный магазин я оставлю в описании. Круто! Теперь в преддверии зимы вещами я обеспечен. Предлагаю продолжить. Следом пойдет мой геймерский закуп из магазина Эльдорадо в количестве одной штуки. Это игра на PlayStation 4 под названием «Грёзы». Собственно, это даже скорее не игра, а полноценный конструктор от компании Media Molecule, которая создает невероятные миры. В их числе классный платформер LittleBigPlanet, где вы управляете малышом-сэкбоем, который в свободное от сюжетного платформинга время может в специальном редакторе создавать да вообще все, что угодно. Начиная от творческих рисунков и стикеров и заканчивая огромными механизмами. Сам я еще в «Грёзы» не играл, смотрел только несколько роликов, и мне вот это все видится как огромный, очень мощный инструмент для создания собственных игр. «Грёзы» сделаны таким образом, что вы можете знакомиться с проектами других игроков по всему миру, некоторые из которых вытворяют ну просто что-то невероятное. Диск пипец какой увесистый. Я очень давно не встречал дисочков на PlayStation 4, если вообще встречал, внутри которых вложены полноценные мануалы. Я сейчас на просвет не вижу, но мне кажется, что внутри меня ждет какая-то книженция. И еще один момент, который, может быть, не всем это нравится, но я стараюсь игры на старте не покупать. Она появилась в этом году или в самом конце прошлого. Стоила порядка трешки, но вот сейчас, в начале сентября, Эльдорадо мне прислали около 500 баллов, часть из которых я списал, покупая данную игрушку, которая шла уже со скидкой, и в итоге заплатил я за этот диск всего лишь 945 рублей. И вот напишите, что вы думаете по этому поводу, но факт остается фактом. Подождали чуть больше полугода, и игра подешевела втрое. Понятно, что для игровой индустрии плохо, когда геймеры занимают некие выжидающие позиции, но с учетом конских цен на многое новье, которое продается в сетевых магазинах, я эту тактику считаю вполне оправданной. Не так много появляется в продаже игр, которые мне бы хотелось купить на старте. Собственно, поэтому я стараюсь ждать. Третий мини-наборчик. Результат обмена со зрителем канала по имени Дэн. Он мне в обмен на Last of Us, и вроде бы все для PlayStation 3, привез вот такие два прикольных дисочка на вторую сонечку. Собственно, я хотел мафию, и она в итоге у меня в руках. А вот эту игру фактически Дэн мне подарил. Должен пояснить, что этот ролик я снимаю еще до выхода ремейка первой мафии, но проходить буду именно обновленную версию, а не вот эту. Собственно, данная пойдет исключительно на полочку. Тут классный полный комплект. Диск сам по состоянию в порядке. Есть описание, которое тоже близкое к идеалу, но что важно, внутри мы можем увидеть карту. Да, уж не знаю, со всеми ли версиями на вторичке эта карта пресловутая идет. Просто помню, что буквально на моих глазах Станислав Андреевич пару лет назад у какого-то барыги, очень вяло торгуясь, купил этот диск за косарь. И вот не помню, была ли у него там карта или нет, надо поинтересоваться. Конкретно этот экземпляр меня очень радует, и мне кажется, что сейчас он стоит подороже, чем 1000 рублей. А вот Kingdom Hearts Королевство Сердец, мне всегда нравилось тем, что здесь можно поиграть за персонажей Диснея. Или нельзя. Просто они постоянно маячат на обложке, и во всех трейлерах, тизерах их можно заметить. Тем не менее, я вот сейчас сказал вслух и понял, что совершенно не уверен, играбельны ли эти герои. Как-то давным-давно попадалась мне в руки игра из этой серии. Возможно, это первая, хотя их там столько навыходило. И вначале ты играешь за мальчика по имени Сора. И вот так случилось, что у меня с этой игрой не заладилось с самого начала. Как-то и боевая система показалась не очень прикольной. И отсутствия русского перевода, мне кажется, даже на пиратке русской нет. Однако визуально Королевство Сердец мне очень нравится. Здесь, как это и подобает японским изданиям, а это именно японская версия, красочные вставочки со скриншотами в описании. И еще есть две бумажки. Можно заметить рекламу сопутствующих товаров. Какие-то напитки. Также еще другие диснеевские продукты. И плотная карточка, очень схожая с теми, которые идут в суперфомикомовских комплектах. Они такие маленькие, похожи на старые советские календарики, но очень яркие, и их приятно просто держать в руках. И вот эта карточка оформлена как раз в таком же стиле. С одной стороны описываются органы управления, а с другой мы видим пару скриншотиков и какие-то игровые важности. Смотрю на рабочую поверхность диска, и она абсолютно новая. Как будто только что из магазина. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое отношение к серии Kingdom Hearts. Проходили или нет? Какие из частей вам больше всего понравились? И, как вы считаете, высокий ли порог вхождения в эту игру для новичка? Дэну огромное спасибо за обмен. По сути, наполовину обмен, наполовину подгон. И мы будем с вами двигаться дальше. Теперь я должен вам показать огромную царь-посылку от подписчика и зрителя канала по имени Владимир. Это уже третья посылка от него. Он присылает огромные коробища, в которых содержатся супергодные вещицы, имеющие отношение к играм. И я всегда с нетерпением жду момента, чтобы его посылки открыть. Во второй половине лета у меня произошел какой-то посылочный бум и скопилось огромное количество стаффа, которое пришло от зрителей канала, от разных магазинчиков. И что-то, то, что я сам покупал, сразу показать я не мог в кадре. Короче, сейчас, помимо сегодняшних 10 посылок у меня в шкафу, я показываю на шкаф, который стоит в коридоре, еще 15 посылок лежит. И я прямо-таки не знаю, получится ли за следующий линиевый анбоксинг и все открытия. Идут еще новые. И сразу хочу попросить прощения у тех, кто прислал посылочки уже какое-то время назад, но которые сегодня в ролик не попали. Мой большой сорян этим ребятам, но мне больше ничего не остается, кроме как сохранять порядок очереди. Так, я вроде бы более-менее удобно расположился, поэтому приступим. Самая первая вещь, которая на меня смотрит сверху, была мной ожидаема и желаема, наверное, четверть века. Владимир нашел новый, нулевый, вообще прям like new Mega Key для Sega. Это офигительная вещь, которая последние несколько лет у меня постоянно ускользала на сайтах с объявлениями. В данном случае это абсолютно нулевый Mega Key, который упакован, походу, в родной пакетик. И мне его, к сожалению, придется вскрывать. Многие из нас, кто в первой половине 90-х были детьми и смотрели передачу «Дэнди. Новая реальность» с Сергеем Супоневым, помнят, что в одном из выпусков мы узнали о региональном различии картриджей. И что не все игрушки из фирменного магазина «Дэнди», ну и вообще, могут на наших домашних приставках пойти. И чтобы данная проблема была решена, добрые дяди и тети, ну, наверное, больше дяди, придумали Mega Key. Ключ, который переключает регионы. К слову сказать, Mega Key попадался мне пару раз в 90-х, но справедливости ради надо отметить, что на моей пиратской Sega игр, которые бы на ней не шли, было раз-два и обчелся. Но всегда хотелось владеть такой штуковиной. И вот, с одной стороны, из-за того, что я тут заделался, типа, коллекционером, мне, конечно, открывать ее немножко жалко. С другой стороны, иногда, наверное, будет такая необходимость, чтобы, нет-нет, да, воспользоваться услугами данной приблуды. Возможно, в передаче «Что на платках» мне придется иногда его услугами пользоваться. Владимиру огромное спасибо, и это супер вещь. Не сбавляя обороты и не покидая 16-битный формат, хочу показать три великолепнейших джойстика геймпада. Да, так будет, наверное, более правильно. Для оригинальной Sega, но созданной в наши дни по лицензии, это абсолютно новые геймпады в количестве трех штук. И Владимир мне такие уже присылал, и у меня, получается, два уже есть. Останутся, наверное, еще парочка в запасе. А один такой геймпад мы с вами обязательно разыграем. Возможно, также в передаче «Что на платках», которую я совсем недавно вот тут упоминал. Наверняка многие страдают от засилья современных новодельных геймпадов, которые или просто некачественные, либо быстро выходят из строя. И хочется верить, что ваш интерес к подобному конкурсу будет, ну, как минимум, немаленький. Здесь даже написано, что разработано в Америке. Но, правда, создано в Китае. Ну, сейчас все в Китае делают. Надо отдать должное ребятам из компании RetroBit, которые оформили свой продукт весьма вкусненько. Справа мы видим плашку, что это официальная продукция Sega. Слева надпись Genesis. Впереди красавец геймпад. Коробка из бронебойного толстенного мощного картона. Ну и сами геймпады, я в этом просто убежден, не уступят по качеству тем, которые выходили официально в 90-е. Замечательный и очень крутой набор, который я поставлю так. Вот, вещь, которую я очень ждал и хотел. В одном из предыдущих ленивых анбоксингов ко мне пришел такой же лицензионный дисочек в полном комплекте, но с очень сильно пострадавшей обложкой. И Владимир то ли восстановил сам, то ли нашел в хорошем качестве скан, распечатал, вложил его в коробочку и прислал мне в посылке. Теперь я смогу без проблем совершенно безболезненно заменить обложечку. Ай-яй-яй, какой же я невнимательный. Четвертый фирменный геймпад. Ну что поделать? Значит, на розыгрыше таких теперь будет два. Еще кое-что по моему заказу, тоже созданное Владимиром. Ну, что-то он нашел в интернете, а где-то восстанавливал самостоятельно. Это боксы для картриджей на Sega Master System. А именно для игры Ninja, первый Sonic и Castle of Illusion про Mickey Mouse. Они у меня в формате голышей, но, как выяснилось, они замечательно совершенно влезают в коробки для Mega Drive. И по формату точно такие же. Теперь эти карики будут находиться в собственных боксиках, как тому и должно быть. А вот сейчас на стол хлынет поток тотального и весьма годного хендмейда. Дело в том, что Владимир, свободный от работы время, занимается созданием картриджей для Sega. Причем это буквально работа с нуля. У него напечатаны платы. Дальше он при помощи программатора записывает игры на эти самые платки. Занимается тем, что восстанавливает, как правило, а не ищет в интернете наклейки. У него огромная база наклеек для Sega картриджей. Также приходится ему порой восстанавливать и обложки тоже. Заказывает у партнеров корпуса высокого качества. И результатом этого всего становятся репродукции и ребилды весьма хорошего качества. Сейчас я вам все это буду показывать. Он тут мне столько всего прикольного насобирал. Но я, честно, даже уже половину и не помню. Сразу выгружу вам их на стол, чтобы понимали масштаб и серьезность действий и намерений. Тут действительно есть на что посмотреть. Некоторые игрушки я вообще на картриджах не видел. Только в формате голышей. А какие-то, если в лицензии покупать, то, наверное, не хватит вообще никаких денег. Итак, большей частью этих игр я никогда не владел. Ну, за весьма редким исключением. Крайне давно не видел их в действии. И вот в таком коробочном варианте некоторые из них мне не встречались никогда. Собственно, давайте начнем с Тинхэд. Такой картридж у меня был в голыше, естественно, с другой обложкой. Здесь все сделано под лицензию. Забавная, симпатичная игра, которую я не проходил до конца. Но сделал себе где-то там заметочку, что непременно к ней нужно вернуться. Уж не знаю, насколько она злая на дальних уровнях. Но мне кажется, что это годный платформер. Splatterhouse 2 на картриджах вижу и держу в руках впервые. Да, это пускай не лицензия, но это качественная репродукция. И вот вспоминая третью часть, могу сказать, что вещь мега крутая. Мне было сложно представить, что 16-битная игра способна напугать. Ну, в общем, тут встречаются моменты, от которых по спине пробегает неприятный холодок. Хочу, чтобы вы обратили внимание на качество полиграфии и пропечатки на самих наклейках на картриджах. Вид у них мощный и откровенно дорогой. P-Nokio никогда у меня этого картриджа не было. Я даже первый уровень не проходил. Ну, наверное, потому что у меня ее не было. Не запускал ее даже на эмуляторе. Просто помню, что частенько приезжал на радиорынок и видел, как на телевизорах у продавцов тамошних эта игрушка работала фоном в качестве демонстрации. Мне всегда в ней нравилась графика. Эдакий Аладдин, только про другое. Люблю этот мультик и с удовольствием читал в детстве книжку за авторством Карла Халлоди. Еще забавно посмотреть, как отличаются между собой оформление обложки на коробке и наклейка на самом картридже. Две разные картинки. Владимир часто рассказывает, что для пополнения своей базы ищет обложечки и наклейки в интернете. И натыкается на варианты очень убогого качества, крайне плохие сканы. И ему приходится восстанавливать своими руками по образу и подобию лицензионных картриджей. То есть он лезет на ebay, ищет там более-менее хорошие фотографии. И, беря их за основу, выполняет работу по полному восстановлению наклейки. И у него уже огромная база, которая по количеству восстановленных наклеек приближается к двум сотням. И мы с ним довольно часто общаемся в интернете. Он рассказывает, что попадаются такие экземпляры, над которыми он сидит по несколько дней. Вы представляете, сколько было потрачено времени, чтобы вот эту огромную базу собрать. Следом идет уже вышеупомянутый Splatterhouse 3. И вот сзади очень смешно оформлен. Я ни разу не видел лицензионный картридж. Но по расположению скриншотов и вообще самому дизайну создается впечатление, что это пиратка. Если лицензионный картридж и вправду оформлен таким образом, то нам, коза, это огромный минус. Зато лицевая сторона смотрится шикарно. Офигительный арт. Как на коробке, так и на самом картридже в формате наклейки. Мне вот субъективно кажется, что художники-оформители для третьей части постарались гораздо больше, чем для второй. Так, а вот теперь две игры, которые совершенно выглядят визуально по-разному в плане оформления. Можно даже сзади посмотреть на скриншотики и на самих персонажей. И вот говорят, что это одна и та же игра. Просто японская версия рассказывает свою историю с другими героями, а американская выглядит как какая-то охота на зомби, что ли. Или тут ходит чувак, да, у которого нет головы, и он бьет своим лицом врагов. Но помню, что видел геймплей очень давно и, надеюсь, не путаю эту игру с другой. Причем постримить рекомендовали именно вот эту. А японская здесь что-то про шляпу, магическая шляпа, чего-то там. Здесь по-английски практически ничего не написано. Ну, она, наверное, чуть хуже в силу существования языкового барьера, не более того. Если играли в одну из них или обе, расскажите, в чем их принципиальное отличие. Видимо, информации у меня по ним пока маловато. Также вот на картридже у меня появился Streets of Rage 3. Никогда у меня этой игры не было на отдельном карике, по-моему, даже и на пиратке. Ну, для Mega Drive Partable не считается. Там настолько всратая пиратчина, ужасная. И, честно говоря, вот весь сет, который я насобирал вместе с самой приставкой, рано или поздно я, наверное, продам или обменяю. Потому что, ну, все-таки хочется иметь что-то близкое к оригиналу. Вот как раз тот самый случай. Мне, наверное, Mega Drive-овское оформление Streets of Rage 3 нравится меньше всего. И вообще, с точки зрения артов, самое классное это вторая и первая. В них присутствует полноценно дух 90-х. Здесь какое-то все синий, этот дед с усами. В общем, странно. Игра крутая, но оформлена, честно говоря, так себе. Обложка что на коробке, что на наклейке полностью повторяется. Еще игра запускал ее всего лишь один раз. Называется она Зул про муравьишку. И была она у моего соседа Димки, когда я жил еще в Царицыно. Это было в первой половине 90-х. Все, что я о ней помню, это достаточно непростая аркада про муравья-ниндзю. Мой дружище, у которого я ее брал в 90-х, очень тянулся к сложным игрушкам. И нахвалил ее, говорил, что она лучше, чем Соник, но время расставилось таким образом, что Соника знают все, а Зул, наверное, не помнит уже никто. И смотрите, какая интересная разница между оформлением на боксе и на наклеечке. И еще одна очень крутая вещь, которая на ebay в лицензии стоит конских денег, на пиратке практически не встречается. Это приключение Рональда Макдональда в стране сокровищ. Я на свой день рождения в этом году проходил ее на стриме. Игра замечательная, но там было пара моментов, которые я просто забыл, и мне там хорошенько всыпали. Из-за того, что игрушка редкая, совершенно не замыленная, я вот вам, каждому, кто любит платформеры или какие-то, ну, такие редко встречающиеся проекты, неистово ее рекомендую. Я надеюсь, что Владимир посмотрит это видео и напишет уточняющий комментарий под этим роликом, но, по-моему, для каждой из этих игр он создавал наклейки с нуля. А внутри царь-посылки лежит таинственная маленькая коробочка. Да, здесь вроде бы больше ничего нет. Ну да, такая получилась импровизированная матрешка. А вот это, ребяточки, они, о которых я вам говорил. Платки, созданные руками Владимира. Посмотрите, какая же это красотища. Качественно выполнено, все чисто, аккуратно, ровно припаяно, никаких жутких растекшихся капель. Прямо-таки крутое серийное производство. Я затрудняюсь назвать их точное число, поэтому снова взываю к Владимиру. Надеюсь, что он напишет еще один уточняющий комментарий, где раскроет нам точное количество платок из этой коробки. Как вы могли заметить, они не подписаны, наклеек к ним нет. И все это хозяйство мы посмотрим с вами в цикле передач, что на платках для Sega. И еще один важный момент. Не так давно у меня выходил рукожопский выпуск про сборку самодельных картриджей для Sega, где я в корпуса, которые мне присылал Владимир, пытался собрать картриджи с пиратскими платками, которые не влезали в эти корпуса, из-за чего в данном ролике возник, скажем так, резонанс, мягко это называя. Да, и сейчас я вам хочу показать, что вот с этими платочками данные корпуса, которые мне присылал Владимир, закроется идеально. Итак, мы одеваем их сейчас на петельки. Во-первых, все без каких-либо усилий вставляется. Идеально закрывается. Я никаких усилий не прилагаю для того, чтобы крышка сверху прилегала плотно к краям. Да, тут никаких щелей нет совершенно. Ну и давайте еще до кучи. Закрутим винтики. Также Владимир мне присылал целый пакет с винтами, идентичными тем, что используется в лицензионных Sega картриджах. Мне предложили расточить отверстие на платках надфилем, но я не знал, что платку можно вообще как-то растачивать. Из-за этого возникла такая ситуация, из-за чего те самые картриджи до конца закрыть не удалось. Я чуть позже приобрету обязательно надфиль и эту манипуляцию повторю. А вот результат минутной работы. Как вы слышите, ничего внутри не гремит. Удалось максимально плотно притянуть верхнюю часть корпуса к нижней. Также довелось максимально глубоко утопить винтики в тело корпуса. Ровно так же, как это было в случае с лицензионной продукцией. Осталось только вставить картридж в приставку, чтобы узнать, что же за игрушка находится на данной платке. И заказать у Владимира наклейку. Наклейку, что собственно можете сделать и вы, если вам нужны наклейки, корпуса или платочки с определенными игрушками. В описании я оставлю ссылку на почту Владимира, где он с удовольствием пообщается с вами на тему этих великолепных игровых штук. Ну а я выражаю ему свою самую искреннюю благодарность уже за третью по счету мощнейшую посылку. За то, что ходишь на стримы и поддерживаешь донатами. Все это помогает развитию канала Гейминг за 30. Спасибо тебе, Владимир, огромное. Ну а мы будем продолжать. Далее у нас посылочка от Дмитрия из города Шахунья. И раз! Легким движением руки посылочка раскрывается, дабы продемонстрировать нам небольшой кулечек. И кажется все. Я думаю, что знатоки по форме и размерам этих свертков поняли, что находится внутри. Итак, как вы думаете, что здесь может быть? Или здесь, или вот тут. Давайте еще откроем вот этот сверток. Неожиданно, смотрите, это магнитики с названием города. Я люблю, когда присылают подобные штуковины. Я сам хоть в этом городе и не был, но оттуда приехала посылка. А я как получатель в итоге приобщился к небольшому путешествию. Обязательно повешу это на холодильник. Ну а здесь, я думаю, вы уже сами поняли, находятся платки, которые все мы так сильно любим. Потому что они в себе таят неизвестность. Что-то я так вандально разорвал сверток. Ну потому что очень много свертков. Мне прям не терпится открыть. О, ничего си! Ничего си! Посмотрите, вот это монстр! Подобные гости ко мне приезжают не часто. Вторая по счету с традиционной капелькой. Третья малютка тоже с капелькой, только другой. Сзади, думал, написана дата выхода, но как бы нет. Четвертая платочка тоже на капельке, только чуть-чуть размером поменьше. И надписей никаких нет. Ну и пятая платочка выглядит весьма своеобразно. Две капельки, а посередине какая-то розинка. Дмитрию огромное спасибо за качественно упакованные платочки и за пару душевных магнитиков. Ну а нам с вами осталось распаковать еще столько же. Сейчас покажу вам посылку-непосылку, которую подарили мне еще в середине лета два моих хороших товарища. Илья и Женя, известный также на ютубе как Евгеймер. В середине июня у меня был день рождения, но из-за режима самоизоляции мы смогли с ними встретиться только месяц спустя. И здесь вещи, которые не имеют никакого отношения к играм. Первое это книга Терри Пратчта «Мрачный жнец». Я несколько месяцев назад прочитал биографическую книгу про этого автора. Могу сказать, что проникся, достаточно интересную жизнь он прожил. Но вот до сего момента еще ничего из его произведений не читал. А знаю его еще с 90-х по игре «Плоский мир», которая выходила на PlayStation в двух частях. Вторая книга называется «Егор Летов офлайн» и представляет из себя сборник интервью. И также включает комментарии его жены Натальи Чумаковой, которая бережно хранит память о нем. В середине 90-х Егор Летов это самый главный рок, панк и андеграунд исполнитель в моей жизни. Под впечатлением от его творчества я научился играть на гитаре. И ВКонтакте на моей страничке вы можете без труда найти мои перепевки, его песен, которые я очень сильно люблю и которые являются частью моего существа. Ужасно жаль, что он, будучи достаточно молодым, скончался в 2008 году. Для меня это в определенной степени личная трагедия. Если рассматривать его музыкальную деятельность, то я считаю, что свои самые мощные и пронзительные вещи он написал до нулевых. Поскольку с выходом альбомов «Солнце ворот», «Невыносимая легкость бытия» стало понятно, что «Гражданская оборона» зазвучала более сыто. Может быть, просто я вырос, но какого-то уже протеста, какого-то призыва к действию в его песнях, наверное, уже не было. Тем не менее, это музыкант, который оставил мощнейшее наследие на многих авторов и группы он повлиял. И в аннотации мне понравилось то, что издание адресовано поклонникам Егора Летова и тем, кто только знакомится с музыкантом впервые. Все это здорово и, возможно, я тоже отсюда что-то для себя любопытное и новое смогу почерпнуть. Ну а третье книжище с точки зрения издания мега фундаментальное. Называется она «Цой и группа кино». Это сначала я подумал, это артбук, но называется «Памятный альбом». В отличие от предыдущей книги про Егора Летова, которая сконцентрирована именно на интервью, здесь представлена масса фотографий из повседневной жизни и концертной деятельности группы кино и самого Виктора Цоя. Кстати, вот листаю и вижу офигенную фотографию, где сидит Виктор Цой и брат Егора Летова, Сергей Летов, который является очень популярным, именитым, профессиональным саксофонистом, кажется. Книга очень фундаментальная, большая. Многие фотографии, которые здесь представлены, я вижу впервые. Вот такой книги в 90-е, конечно, очень не хватало, но, вероятно, должны были пройти года для того, чтобы подобное издание стало возможным. И тем более собрать какую-то новую информацию о человеке, которого 30 лет уже как нет, ну, непросто. Спасибо большое Жене с Ильей за то, что сделали мне офигенный комплексный подарок на днюху. Но на самом деле это еще не все. Мы чуть позже встречались с Илюхой, и он привез мне буквально следующее. Итак, здесь у нас две игрушки на PlayStation 3, а именно Call of Juarez Cartel. Я его проходил, и это прикольная игра, которую многие ругают. А также Street Fighter против Tekken, или Street Fighter Cross Tekken, как некоторые еще называют. У меня она есть запечатанная, в которую я, естественно, поиграть не могу, потому что я стал типа коллекционером. Вот, а это как раз будет игровой экземплярчик. Также Илья сделал ультраподгон в виде картриджа для Super Nintendo 122 в одном. Если помните, у меня на канале был ролик про сборник игр на Super Nintendo. Чуть позже был аналогичный, только про Sega сборку. И ту сборку на Sega мне подарил Илья. И мне, конечно, безумно приятно то, что оба этих ролика про игры с Алиэкспресс набрали больше 100 тысяч просмотров и продолжают набирать. Я не знаю, какова судьба ждет ролик про этот картридж, но совершенно точно я его отсниму. Работа, конечно, с такими видосами весьма кропотливая, как минимум в силу того, что они получаются весьма длительные по хронометражу. Но я очень люблю Super Nintendo и мне безумно интересно узнать, что же находится на этом картридже. И завершая такой вот сет от Ильи и Женьки, подарок от Илюхи. Флэш-картридж для Sega Mega Drive и Genesis. Называется он EverDrive MD. Держу его в руках первый раз. Но не считая того, когда Илюха мне это все привез, я достал, охренел, сделал пару фотографий и убрал вот до сегодняшнего дня. Это второй флэш-картридж моей коллекции для стационарной консоли. До этого флэш-картриджем я пользовался только для Nintendo DS. Это прекрасная вещица, которая позволила мне охватить главным образом самые хиты. И не только для замечательной портативочки от Nintendo времен середины нулевых. Я считаю эту консоль одной из самых классных в истории. И если вы любите Game Boy Advance и Nintendo DS, то рекомендую обзавестись Nintendo DS Lite. Она кушает сразу и то, и то поколение. Это очень удобно и прекрасно. EverDrive. Не знаю, что вам про него рассказать. Говорят, что это легендарный флэш-картридж. Поддерживает ли он работу Sega Master System или Game Gear, я не знаю. Было бы здорово, если бы вы об этом написали в комментариях. Наверху есть слот под SD-карту, в данном случае на 8 гигабайт. Вероятно, сюда залит весь ROM-сет для 16-битной Sega точно. Выражаю свою самую искреннюю благодарность Евгеймеру, а Илюхе целых два раза за эти замечательные вещи, которые мне очень нужны. Двойная посылка от магазина RetroBase. На самом деле, это две посылки. Они даже пришли с разницей примерно в месяц. Но так как и там, и там игрушки, я решил, что разделять их смысла нет. Это мой первый заказ в данном магазинчике. И так случилось, что здесь будут игрушки, которые я просто пипец как давно себе хотел в коллекцию. Но по ряду каких-то малообъяснимых причин никак не мог купить или найти или выменять. Вот. А еще они в данном случае объединяются одним жанром. Это файтинги. Итак, наконец-то. Да-да-да-да-да-да. Это он. Черный картридж на Super Nintendo Killer Instinct. Паловская версия одной из любимейших игр детства. Да еще греха таить. И сейчас я люблю в это играть. В 90-х у меня была Super Nintendo. И картридж тоже был черный. Только картинка была драная. А сейчас я на 16-й битке собираю не часто. И вот каждый такой находке в коллекцию безумно рад. Дальше я вижу, что сверху Марат, хозяин магазина Retro Base, подарил мне бонусом кое-что на Game Boy. Но об этом чуть позже. И вот она. Величайшая вещь всех времен и народов. Самый первый Mortal Kombat на Sega. Две мои самые любимые части МК на Sega. Это первая и вторая. У меня был точно такой же картридж, только пиратский. И, наверное, без надписи Genesis с левой стороны. Сложно сказать, максимально ли полнокомплектное данное издание. Потому что частенько бывает, что помимо картриджа и описания, внутри идет еще плакат, какая-нибудь регистрационная карточка, набор рекламы, какая-нибудь еще дополнительная чепуха. В общем, лично в моем понимании, когда есть мануал, картридж и коробка, с полиграфией, естественно, это полный комплект. Я, кстати, вижу здесь под мануальчиком лежит вот такая бумажка. Наверное, написана она предыдущим владельцем. Вся заклеена в скотч. И здесь указаны супер атаки для всех персонажей. То ли это фаталити, то ли что-то еще. И это прикольный артефакт, вероятно, из тех самых времен. Что до состояния мануала, он в полном порядке. Вижу внутри классный арт и даже какое-то подобие комиксов встречается. Да и что выпендриваться, я впервые держу мануал от первого МК в руках. Для меня это сейчас вот как к легенде прикоснуться. Состояние клевое. Почему-то наверху обрезана петелька, благодаря которой можно вешать коробочку, наверное, куда-то на стену. Ну, так делали в магазинах. Обрезана она грубо. Тем не менее, у меня тоже есть ножик, которым я могу все это дело выправить. Я, честно говоря, эти петельки не люблю и стараюсь их загибать. А если есть возможность отломать, отламываю. Ну и теперь вот про бонус, который Марат мне положил в посылочку. Это описание и сам картридж, я так понимаю, лицензионный, с игрушкой Терминатор 2 для оригинального геймбоя. Мануал вообще нулевейший, как будто его даже не открывали. Суперское состояние. И эту игрушку я вообще не знаю. На Супер Нинтендо она является клоном той, что выходила на аркады. Ну, она такая тугая. На аркадах она прикольная, но в силу того, что тебя там будут довольно часто убивать, но можно закинуть в монетку и до конца пройти. А вот на Снессе все не так-то просто. Что здесь она на геймбой себя представляет? Вот опять же смотрю и вижу примерно такой же колхоз. Ну и с учетом того, что это совершенно нежданный подарок, я, конечно, ему очень рад. Но это тоже не все. Магазин Retro Base богат на лицензионную продукцию. Главным образом для Sega, но, как вы могли заметить, есть еще и продукция Nintendo из тех самых обожаемых нами 90-х. Так вот, здесь в пакетике меня ожидает офигительная игрушка, которую я давным-давно хотел себе купить в лицензии. И вот теперь в итоге все-таки купил. Это Pitfall. Периодически вспоминаю ее в своих роликах. Это 16-битный Uncharted, если позволите. Игра визуально и геймплейно находится на очень высоком уровне. И вот я ее на картриджах не с первого раза, конечно, но проходил. Совершенно точная игрушка, непростая, но подкупает обилием секретов, разнообразными механиками, очень классной и плавной анимацией, своей схожестью с тематикой Индианы Джонс, поиск сокровищ, разнообразие врагов, ловушек. Немалое количество бонусов и пауэрапов для вашего оружия, который вы можете с собой таскать. А последнего босса, я помню, вообще убил хитро. Там есть такой взрывающийся камень, ты его кидаешь, и он наносит огромный урон. И когда этот босс вышел против меня, я просто начал кидать все свои скопившиеся камни, а я их не тратил во время прохождения. И убил его, ну, что-то за несколько секунд буквально. Есть у меня такая привычка дурацкая. Во многих игрушках, где получаешь мощное оружие, я стараюсь его не тратить. И коплю до последнего. И бывает так, что проходишь игру, убиваешь последнего босса, или сражаешься в каком-то финальном поединке, и оно у тебя остается непотраченным. Но важен тот факт, что оно у тебя есть, и если вдруг станет плохо, ты его достанешь, как жахнешь по врагу. И вот в данном случае это сыграло важную и фактически судьбоносную роль, что я смог игру пройти, ну, в последней битве вообще не напрягаясь. Здесь комплект чуть более полный, помимо описания, с картинками, кстати, и набросками. Присутствует также регистрационная карточка. Ну и, естественно, сам картридж в идеальном состоянии. С наклейкой все хорошо. Еще меня удивляют подобные квадратные крепежи, которые вообще не нужны. Такое ощущение, что здесь должен лежать картридж от Electronic Arts, какой-нибудь Road Rash или FIFA, на такие большие, с желтой вставкой. Но, тем не менее, зачем-то они вот такую штуку придумали. Не знаю, зачем такая нужна. По факту из магазина RetroBase ко мне приехала наилютейшая годнота, которую я себе годами в коллекцию зацепить не мог. Но увидел эти цены и решил, что проходить мимо совершенно точно не стоит. Надеюсь, что и вас порадует ассортимент, потому что ссылочку на RetroBase я оставлю в описании, а сам магазин и группу я неистово рекомендую. И десятая посылочка в сегодняшний ленивый анбоксинг ко мне приехала от Максима Николаевича из города Пермь. Максим Николаевич большой молодец. В силу того, что он ходит на стримы, поддерживает канал, а еще периодически присылает ключи, которые мы разыгрываем в группе. Ключи с играми. В самом обозримом будущем, надеюсь, возьмем за правило, как минимум раз, а то и два в неделю, в группе разыгрывать разные полезные ключи. И я надеюсь, что все, кому это интересно, в этом поучаствуют. Для этого нужно быть всего лишь подписанным на нашу группу ВКонтакте. И вот здесь Максим Николаевич решил тоже нехило так порадовать, прислав передачу платки. Причем, я смотрю, они здесь идут не только на Денди, но и на Сегу. Очень правильный и мощный подбор. Тут лежит десяточка платок, и что-то мне подсказывает, что это даже не половина. Разворачиваем еще один кулечек, и неужели тут тоже будет платочный винегрет? Наверное, тут даже больше, чем 10 штук. И я вот сейчас смотрю на это, на это, вот туда тоже, где лежат платочки от Владимира. Может мне начать выпускать передачу, что на платках не раз в месяц, а раз в неделю? Это была шутка. Так, и еще один сверток кулечек тоже с платками. Давайте и с ним мы познакомимся в порядке живой очереди. Сколько их тут? Сколько их тут? Это же огромное количество. Слушайте, почти все Денди. Все-таки на Сегу две платочки, а остальное все на Денди. Я их сейчас посчитаю. Это же с ума сойти можно. 29 платок на Денди и две платки на Сегу. Но на самом деле на этом посылка-то не заканчивается. Тут еще я вижу Денди картриджи. А картриджи-то, ребяточки, непростые. Ну, с одной стороны, кто скажет, это же новодел. Но дело не в том, что это новодел. Это ноунейм картриджи. Они без наклеек. Мы не знаем, что внутри находится. Даже примерно. Бывает, что маркером что-то пишут, но тут ничего такого на них нет. Снова возвращаем рубрику ноунейм картриджи. И что на платках? Кстати, знаете, у меня еще скопилось несколько кариков для Game Boy Advance. Как вы думаете, стоит их показать отдельно? Я имею в виду тоже без наклеек и ноунейм. Или все-таки как-нибудь бонусом закинуть в передачу про Денди или Сегу платки? Вот, напишите в комментах. И как скажете, так и сделаем. Под впечатлением от увиденного и полученного посылаю Максиму Николаевичу мощнейшие лучи личного респекта. Спасибо тебе большое за бескорыстное желание помогать каналу и группе. И считай это предложением. Я был бы очень рад, если ты при наличии желания и времени стал бы админом в нашей группе. Если тебе такое интересно, напиши мне, пожалуйста, вконтакте, в личку. И мы с тобой обсудим нюансы. Спасибо тебе за эту классную и мощную посылку. Больше 80 платок по 3 футболки и толстовки, 4 геймпада, 3 книги, боксы, 5 дисков и 20 картриджей. Спасибо всем, кто прислал посылки в сегодняшний выпуск. А ссылки на принт ярче, почту Владимира и магазин RetroBase вы без труда найдете в описании. И главным образом, спасибо большое вам за то, что все это посмотрели. Понравился ролик? Ставьте лайк. И буду вам очень признателен, если нажмете на колокольчик и подпишитесь на все уведомления с канала. Так вы не пропустите новые подкасты, стримы и видео на Gaming за 30. До новых встреч!